Всем привет! Всем привет! С вами Серёжа и Ира, и вы на канале AsimdiveFamily. И мы теперь при деньгах, потому что мы получили... Зарплату. Зарплату первую. И идём её тратить, да. Вот мы приехали... И здесь такая песенка типа, вот это, я потрачу. Да, мы приехали, в общем... В соседний город. Да, в Масовице. И здесь место, где собраны все... Где прятят деньги. Магазины, ашаны и всё такое. Так что мы берем вас вместе с нами. И идём смотреть всё, что покупать. И так, ребят, мы, короче, в Макдональдсе. И хотим вам рассказать такой лайфхак, который узнали, как сэкономить и вкусненько кушать, приятно проводить время, и при этом экономить свои денежки. Значит, в Европе... Ну, наверное, и в Америке. Короче, только не в Украине. Действует система купонов. Давай, я тебе так покажу, наверное, да? Это не река, но там ничего не падает. Да, Макдональдс вам, конечно, не падает. В Google Play вы можете скачать приложение в Макдональдс, находясь в Польше, то есть польское. Если вы находитесь в другой стране, где действует ПП. То есть там скачут. Кстати, представляешь, если в Украине есть такое тоже? Ребят, честно, напишите, если есть. Будет, правда, интересно. Мы, по-моему, при регистрации не видели, сегодня Украина там, в принципе, не заметили. Было бы прикольно, если всё-таки есть. Хотя бы в каком-то, может, в городе, например, Киеве. Ну, да, может быть. Так что пишите за снимок. Значит, здесь есть купоны, которые, кстати, за регистрацию бесплатно вам Макдональдс дарят на выбор бургер абсолютно бесплатно или с оливками, или с чизбургером, или с бургером, или с чизбургером, в общем. Значит, в принципе, вот мы заказали сегодня за 27. Это, кстати, номерос, это не одноразовые кипоны, а много раз можете использовать их. Либо дополнение, какие-то, в общем, разберётесь. Такое же есть у KC и такое же есть у Бургер Кинга. Больше пока не нашла. У многих подходов, в принципе. Даже есть много магазинов, которые работают по каким-либо же системам приложения. Так что поискать, найти можно. А так вот. А так мы покушали. Хотим рассказать вам такую речь. Первое. Их очень целёная картошка. И на самом деле картошку при... Вообще любое блюдо Макдональдса, если это нужно так назвать, вы можете поменять на новое, если вас не устроят вкус. Либо не платить. То есть попросить вернуть вам деньги. Но, честно говоря, мы не отменились так. Но картошка у них действительно очень-очень сильно солёная. Малости. Мы мешали немножко с подхарой. Да. Хотим немного пожаловаться. А так, в принципе, очень вкусно. Нам понравилось. Вот. И мы очень сильно наедимся. Там ещё... Ого! Сколько дел надо переделать. Хотели мы вам рассказать, зачем мы сюда приехали. Да, мы получили зарплату. И мы приехали купить, выбрать и купить куртку Ире. Так уже похода на улице и сразу по дне она замерзает. Парка стоит. Вот мы ходили по большому торговому центру. Где много-много магазинов. И так ничего особо не нашли. В общем, мне ничего не понравилось. Ну, то Ира себе купила пакетик. Пакетик. С вещами, да. Мы купили шапки, купили шапки. Вообще, мы все, наверное, в своей покупке покажем вам. Да, дома уже. Вот. Расскажем про акции, которые мы нашли здесь. Очень интересные такие способы действительно сэкономить денежку. Вот. И делать это, в принципе, с удовольствием. Покупая качественные вещи, кушая вкусную еду. Вот. И надеюсь, понравится вам. У нас эти выходные будут насыщенными, интересными и будет много-много видео. Да. Так что оставайтесь с нами. И подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки, да. И еще нужно вам для того, чтобы всегда быть на связи и быть в курсе всех наших событий. И сразу же получать уведомления о новом видео. Я, наверное, долго говорю. В общем, надо нажать колокольчик. Вы в курсе, наверное. Да, короче. А сейчас мы пойдем в Ашан и будем снимать уже нас. Мы сейчас в китайском магазине всего. Здесь есть все, что может быть. И одежда, и игрушки. Всякие бытовые предметы. Ира выбирает себе обувь. Мы должны выбирать куртку. Я хочу заявить, что поляки очень странный народ. Пресс-свидетель. Во-первых, у меня рост метр семьдесят два. И очень много штанов здесь на меня коротких. То есть делаем вывод, что полячки довольно-таки низкие. Вот для кого рассчитана эта полка? Нет, ты не поднимай. Ты ее на нашем уровне метр семьдесят пять, метр восемьдесят. Как бы тут посмотреть выбор продукции? Ну, да, как бы. Вот так. Что за фигня? Ну, либо вот так, как здесь везде. Да, здесь очень много товара, но маленькое помещение. Но вообще магазин клевый. Да. Увы, название я не посмотрела. Как-то странное такое. Ну, наверное, пока... В общем, магазин китайских продуктов. Да, и тут довольно-таки у нас в городе, по крайней мере, мало китайского чего-то. А это все собрано в одном магазине. Мы уже в самом Ашане выглажаем наши покупки. Ира выбирает пакучку. Свечи. Кстати, вот цены на эти всякие свечи. Тут их огромное количество просто. Да, вот целый. И пахнут, наверное, безумно. В общем, да. Вот, например, это запах кекса с ягодами. Прикольно, красиво. Да. И я, наверное, иду. Ребят, я нашла в Польше контрабанду. Прям в Ашане. Это... Читайте. Читайте. Маса макова. Она наоборот, там на камере, да? Да. Короче, это масса из мака. Посмотрите, тем ем. Мне кажется, это рай для опи-вывщиков. Это ничего, можно говорить? Очень-очень много муки. Ну, на самом деле, это действительно рай. Тех, кто любит выпекать, очень много всяких приколов, которые... Ну, и немножко цен. И мы нашли... Очередную. Конопляную муку. Да. А у нас почему-то реально ее нельзя купить. По-моему, у нас ее нету даже. Да, честно, напишите нам в комментариях, можно ли она... Очень в шоке, да. И такую штуку. Вот. Конопляная мука. Честно говоря, я даже не знаю ни одного рецепта. Ну, пошли попробуем спичь тарк. Если вам интересно, чтобы мы спекли с нее что-то, я найду в интернете. Ставьте, пусть это видео наперет 50 лайков. Для нас это уже вроде как возможно. И мы что-нибудь спичем из конопляной муки. Да, если стоит она 5 зотых. Большой-большой отдел спец, орешек, орешек всяких, сушеных фруктов. Это действительно мечта кулинара. Честно. И конфет. Конфет. И разница, сколько лет кайф. Да, еще курина спала. Маму, пошли я. Маму, пошли я. Маму, пошли я. Маму, пошли я. Мы продолжаем тему контрабанды и всякого нелегального. Мы нашли грибочки. Я не знаю, когда подумайте, что у меня сломка. Из-за хрена уехали ничего нет. Рада, это просто нам показалось смешным. Не судите нас строго. Что-то очень странное. Да, ребят, напишите нам, пожалуйста, что это. Ты, может, пробовала, что это такое? Это тамарин. Да, тамарин. Вот он. Сладко. Стоит один из злотых. Квашин. В общем, мы находимся. Новые-новые цикольные штукенцы, какие-то. На которых мы, в принципе, не видели. Какие-то корички. Да, возможно, мы для поляка выглядим, как какие-то дикари. У нас мы такого точно не видели. Мы не видели такого, да. Может, вы видели, напишите комментарии, поделитесь. Да. Надеюсь, вам тоже интересно, как и нам. Одна из многих странностей Польши. Странных слов. Да, странных слов. Польша, это у них... Это у них овощи, это фрукты. А варшива, наверное, правильно печатать, варжива, это овощи. Да. А еще у них есть фрукты, по-моему, называется. Это картошка Пли. Да, точно. Да. Это какие-то у них небольшие страны здесь. Мы нашли маленькие бургеры. Каналки по ихам. Чизбургеры, да. Чизбургеры, да. Честно, не знаю, как у вас, но у меня при виде вот этого великолепия малюсенького, который с мизинчик мой просто, ощущение такое, что где-то меня... Что-то делала какими-то джемами, шоколадным маслом или еще чем-то. Вроде как так кушаю. Так что, ребят, подскажите Ире, может, узнает. Да, пишите мне в комментариях. Честно говоря, я постоянно хожу, хочу купить его, но просто я не знаю, как это приготовить. У нас нет пароварки. И нету вот этой штуки, чтобы в кастрюле, если что, не пишите. Я тоже знаю, что так можно приготовить. Может быть, их еще как-то стоит, кроме пара. Мы, в общем-то, вышли, Сашанна. Скупились у нас полная тележка, получилось. Да, скупились так, по мелочи, нахожусь. Да, у нас тут все получилось на... 234 злоты. Это гривен. Полторы тысячи гривен. Сейчас здесь где-нибудь циферку сможешь сделать. Да, да, вот тут и будет. И хотелось бы сказать, что мы купили не только продукты питания. Также мы сняли электрочайник. Чайник, блендер. А, ты давай расскажешь. Чайник, блендер. И, если честно, очень кучу разных таких... Типа кофе, чай, ну, много. Да, вещей, которые, на самом деле... Несколько недель вперед, да. Ну, и мы, конечно, будем рады. Вашим комментариям, подписками, лайком. Если вы нас поддержите, лайками. И, да, комментарии нам приятны. И мы стараемся отвечать на каждый комментарий. Вся раз всем спасибо большое, что вы нас смотрите. Катальоники, комментарии и ставите лайки. Спасибо. Спасибо.